всех приветствую на моем канале вот и добралась я до пересадки французской лисы здесь как вы знаете намешаны и котлей мормодес и шамбургия то есть здесь целая помесь и если обратить внимание на корни растения то они довольно тонкие больше напоминают корни отчасти анцидиумов только он все-таки чуть чуть потоньше но они тоньше чем у котлеи это определенно почитав за это растение поняла что его стоит сажать несколько более влагоемко чем стандартную котлею поэтому в качестве субстрата я буду использовать смесь разного всякого будет небольшой эксперимент я посмотрю как растение примет данный субстрат а пока что мы с вами займемся отделением корней от старого субстрата и хочу сказать что приехала она ко мне в июне 2018 года сейчас уже начало сентября и я заметила наклюнулись корни вот с этих двух ростов которые вырастил она уже у меня дома наметился даже новый рост вот здесь и все удачно совпало мое время возможности желания с ростом корней растения замечательно но вообще в принципе когда ко мне приходит котлея я чаще всего ее сразу же пересаживаю я не дожидаюсь роста корней просто если говорить о домашней орхидеи котлеи то конечно же я подгадаю момент наверное новых ростов когда они уже вот-вот соберутся давать собственные корни тогда я произведу пересадку но если это новое растение как вот сейчас вот кстати тоже новый корешок смотрите какой выглядывает наверное сейчас разрежу этот горшок потому что доставать таким образом я буду очень долго корни по всей вероятности очень много здесь вот только то что мы видим на поверхности ох ничего себе посмотрите сколько корней немудрено почему я не могу достать блин я наверное столько корней не видела еще слушайте я даже сейчас уже не уверена что я буду разделять этот мох этот ком корней вряд ли я буду разделять мне ну это это же просто вообще шок посмотрите какое количество корней посмотрите вы только посмотрите я в шоке такое бывает вообще и что с точностью могу отметить то что растение более влаголюбиво нежели котлея обычная какая-нибудь ну смотрите корни великое множество они довольно тонкие вообще не знаю смогу ли вот хотя бы чуть-чуть отсюда во вынуть мог все что наверное сделает а вот таким образом выберу небольшое количество мха буквально все что достану я выну и буду сажать не знаю еще как честно говоря у меня дилемма я хотела посадить по одному уходит сейчас все совсем по-другому но мог все таки вот здесь я хочу немножечко подлезть и вытащить хотя бы то что возможно будет сделать я где-то на форуме читала что девочка сажала ее прям вот во мхе в котором она пришла нагреть я в глиняный горшок посадила и сверху король вокруг король обсыпала и говорит поливаю так сильно горит не усушиваю до состояния хруста вот и я думаю может быть мне тоже надо так посадить в глину ну блин а потом что я буду делать знаете думаю наперед знаете о чем о том что в глину потом эти корни врастут вот мне из пластика было сейчас и сложно достать что будет если я посажу в глину я же потом оттуда вы не пересажу немножечко достала попробую сейчас вот так вот по чуть-чуть что смогу достану и так смотрите что мне удалось сделать видно что на просвет немного я почистила сюда потому что собираюсь ставить пенобласт все-таки там резома поэтому не здесь плотный мог был не нужен я чуть-чуть освободила плюс ко всему в центре все равно были такие подгнившие корешки но вот это вся масса корни естественно останется нетронутой мной по причине того что их здесь просто распутать нереально поэтому я мог ну и сажать буду я в обычный пластиковый горшок поскольку все-таки керамический хоть он скажем так и классный в нем корни дышат но потом корни эти прирастут не очень-то я хочу потом их отдирать при последующей пересадки так что в общем будут сажать в пластик как я привыкла сажать многие растения именно вот если говорить за котлей единственное что я сделаю это буду использовать пенопласт видите вот здесь тоже получилось немножечко очистить таким образом чтобы здесь застоя влаги не было у нас в резоме особенно зимой знаете я себе скажу за это спасибо что я сделала именно так в общем то вот это все сухое можно снять все что снимается корни мне сейчас мокрые поэтому оставлю растения наверно сейчас просохнуть хотя бы чуть-чуть пусть просохнет но затем уже буду заниматься посадкой а пока наверно покажу вам субстрат который я собираюсь использовать для посадки прошло порядка двух часов вы знаете что смотрю сейчас вот корни не просохли из-за того что все-таки это такое сбитый ком корней все-таки просыхать будет наверно всю ночь оставлю хорошо просохнуть потому что все равно здесь повреждения явно были здесь все-таки очень хорошо должно просохнуть и сюда как я уже сказала положу пенопласт горшок я буду использовать вот такой обычный сделаю только больше отверстий наверно чтобы субстрат равномерно просыхал хоть и был более влагоемким но просыхать он должен все-таки равномерно и посмотрите если мы смотрим на размер горшка и корней то ну явно напрашивается что все-таки нужен какой-то дренажный слой не знаю посмотрю что буду использовать ну скорее всего конечно пенопласт потому что даже если сюда насыпать ли чузу в качестве дренажного слоя то она вся просыпется но еще подошла бы в принципе циафлора более-менее она там встречается более крупной фракции не знаю ну в любом случае дренаж будет это на выбор на ваш выбор может быть керамзит какие-то битые черепки глиняные что угодно субстрат как я уже сказала будет кора немного маха спагмоса пенопласта углям в принципе вот такой субстрат будет но использован для посадки но вы скажете что это довольно суховато для данного растения но я буду использовать личузу здесь у нас получается три компонента это циолит он у нас я так понимаю вот этот серенький потом лавой пемза лава получается такая темно-коричневая пемза вот светло-бежевая не знаю мне так кажется что да вот это вот пемза вот поближе смотрите как он выглядит думаю что растение должно оценить мои порывы посадить данный грунт я его буду досыпать сюда сразу не сыплю я всю эту личузу потому что она тупо скатится на дно этого пластикового ведерка и соответственно потом при посадке распределиться не так как мне нужно поэтому я буду постепенно по мере заполнения горшка субстратом я буду по чуть-чуть досыпать мою личузу ну и в дальнейшем я вас буду держать в курсе как будет происходить процесс укоренения в новом грунте новой орхидеи но пока спокойненько так и и оставлю до завтра просушка как вы знаете растению не может навредить тогда как излишне влажное состояние аж бегом гниль корней как следствие всякие болезни поэтому я предпочитаю все делать на сухие корни хотя все это дело каждого но знаете я в процессе пробовала вообще когда только увлеклась орхидеями я пробовала сажать во влажную во влажную кору но мне ничего не выходило шла гниль плесень в общем ничего хорошего ничем хорошим это не увенчалась поэтому для себя нашла удобным все-таки сухая кора сухие корни потом поливаю уже через три дня ничего что немножко потеряет туркар все отойдет лишь бы растение было здорово а как вы знаете гниль корней это страшное дело лишить лишить корней орхидею это для меня все честно говоря когда приходят реанимашки но конечно раньше как-то их еще было особенно много это всегда расстраивает потому что как бы ты не верил и не надеялся в лучшее то получается так что ты устаешь от них потому что если это одна если это вторая допустим где-то что-то не все позитивно складывается то иногда конечно опускаются руки но я и знаете даю себе возможность расстроиться один день а дальше как говорится в новый день новым с новыми силами и так пролежала у меня орхидея чуть более суток не получилось посадить вовремя и и поэтому снимаю уже вечером поэтому извиняюсь за такое освещение посмотрите сюда сразу положила пенопласт как вы видите резома немного касаем не знаю быть может это вообще два растения кто его знает но так как я не разделяю вот этот ком корней то сажать придется как-то изгаляться чтобы резома была на поверхности как вы видите я горшок заполнила пенопластом на какую-то его часть немножко сейчас уберу слишком много да вот так где-то чтобы мне еще сюда на дно грунта засыпать мы пробую такую посадку а там время покажет в любом случае я успею ее достать но читала в интернете что это орхидея как таковую сильную просушку не требует ну явно конечно многовато придется чуть-чуть отгребсти вот так да вполне себе отлично мне все нравится сюда можно немножко тоже пенопласта определить так определиться с высотой в принципе вот такая высота меня устроит буду по чуть-чуть заполнять сейчас и прослаивать лечузой чтобы она шла как сказать везде в субстрате она была попробую не знаю что из этого выйдет честно первый раз сажаю подобным образом в любом случае буду наблюдать за растением и там уже мне будет видео подошла какая посадка или нет если в принципе нет лечу закон как я горела ранее можно и попробовать добавить допустим обычную лечузу если вам удобно с ней выращивать орхидеи вам все нравится то почему нет я думаю что можно также можно в принципе сиромис добавить как вариант но именно вот орхидеи я впервые сажаю в лечузу до этого ни разу не сажала и наступил уже следующий день хотела показать вам при свете дня как это все выглядит вот можно посмотреть как распределился субстрат по горшку как располагается резома на поверхности грунта новый рост новые корни и вообще само состояние листьев напомню что она у меня получается посажено было вчера и сутки она у меня лежала вообще без субстрата просто потому что не получилось посадить ее вовремя но зато она хорошо просохла и я могу не волноваться за те травмы которые я причинила корням когда снимала мох из-под основания орхидеи ну в общем буду держать вас в курсе как будет поживать моя французская леса здесь рожена бирки саладо пересадки осталось добавить только лишь осмокот и мое дело сделано я благодарю вас всех за внимание всего вам доброго я благодарю вас всех за внимание обязательно подписывайтесь на мой канал сделать это очень просто внизу нажать подписаться также не забывайте ставить колокольчик будете всегда в курсе новых видео всего вам доброго пока пока